запись начал начал запись началась ну вот игра супер спай hunter здравствуйте друзья с вами алексей с вами виталий мы сегодня посмотрим на секреты игры супер спай hunter это игра как вы собственно с дэнди еще многие игра с дэнди она жена сажа фами ком 8 битка но игра очень хорошего качества одна из самых замечательных игр на дэнди вот я тут поиграл нее немножко скажу сразу это запись видео и она записывается с видеозаписи которая сделал вот на днях я прошел игру ее записал начисто и уже сейчас буду сидеть комментировать покажу некоторые секреты которые нам удалось свое время найти в этой игре почему собственно решил сделать это видео потому что пошарился по ютубу и в результате не нашел ничего никакого видео по поводу секретов прохождений масса вот про секреты никто ничего не писала секретов в игре достаточно много я думаю что я даже не все их нашел ну вот чтобы не тянуть резину сейчас первый секрет покажу ну я там начал немножко и потому что я тормознул чтобы все это сказать немножко буду иногда прибавлять звука собственно говоря игра я еще тоже помню играл на это ты играл не на дэнди умеешь но я знаю что у тебя было дэнди просто ты отговорил про дэнди когда вспоминал что там у черного плаща играл больше ничего не играл черный плащ бомбермана я почти проходил на дэнди с бомбермана у меня конечно все вышел такой эпический фейл я очень не знал что там есть кодек уровнем вот я извини перебил вот первый секрет пошел это вот в начале игры если нажать старт и селект одновременно на титульном экране получил такую труле . здесь будет мелькать цифры от 0 до 12 и сколько выпадет на этой линейке столько столько жизни у нас будет в начале игры у меня это несколько не устроило мне нужно было ноль жизни сделать со второго раза у меня как раз получилось ноль жизни в общем запомнили старт селект в начале уровня это вот такая вот рулетка это первый секрет ну собственно тут дальше пойдет прохождение первого уровня вот так чего ты там виталик начал про дэнди какие еще игры ты про бомбермана я просто почти проходил но не знал что там есть этот господи вот их уровнем то есть там можно загрузить уровень ты там прошел но не можешь играть ты на сколько насколько я помню там не кода там просто на селект нажимаешь и выбираешь просто уровень нажимая вниз вверх у меня значит какой-то был совсем украшенный бомберман потому что у меня там были именно ходы к уровню я помню я там что-то сидел залипал него залипал прошел там возможно у тебя какой-то хак был бомбермана там ходит до уровня были в принципе как было хорошие деньги так таких вот игр кстати у меня там были тоже какие-то господи не попадался как пришло недолго у меня был там это было когда эти картриджи были на вес золота мы сидели страдали над каждым картриджем там каждый прав у кого-то и там вообще весело картриджи то всегда были на вес золота особенно хорошие да они сейчас собственно вес золота ты видел сколько они стоят честно даже не озадачивался у нас у нас по-моему 500 стоит супер спайхантер отдельно на картридже то есть народ еще с оригинальным железом фанец ну я бы не сказал что там оригинальное железо ну кое у кого еще осталось у меня вот осталось дэнди она вполне себе прилично работает такая там такая там плата тяжелая кстати они разные были вот эти дэнди одни из первых там было все на одной такой мощной плате и там стоял этот вот радиомодуль он был в таком отдельном железной железной коробке отдельно на плате такой запаян а потом уже пошли такие там три платки одна платка под управление куда джойстики втыкались вторая платка питания третья платка собственно там где процессор этого все все вот это вот мутилась кстати вот скоро сейчас дойду до босса ну и что ты в спайхантере то докуда доходил по моему сейчас посмотрим я его я картридж был недолго очень недолго него надо было дать быстро я в него смотрю просто меня будет зрительно проще определить так потому что я в то время вот залипал все же залипал бомбермана на деньги залипал очень много еще там была пара игр и помнишь как называется игрушка где надо золотишко собирать и убегать от этих типов лода раннер ой блин это была моя такая первая игра в которую я начал вообще играть у меня тогда дэнди не было приходилось у знакомых брать вот я все ночами сидел и и шпилил пока до меня наконец не дошло что это не игра полный шлак поэтому бросил начал я пытался я пытался понять как не пройти во что-то более меня но пройти то ее можно было кстати там тоже можно было уровне переставлять также населек нажимать и какой хочешь уровень такой ставить вот я задался заморочиться решил и проходил так вот пройду один уровень там да например там ну два в один день там на другой день переставлю там на третий уже с начинаю проходить вот так вот там что-то уровне 50 я помню я там что-то уровне 10 прошел потом я уже начал психовать потому что мы реально вообще жизнь начиналась а не помню этого босса убил и все там дальше я помню нам как мостик мостик я помню малышня наша местная дворовая принесла картиш говорит блин у нас от этой игры подгорает там мы не можем первый камаз пройти вот а мы сначала думали что эта игра ultimate stuntman но была такая игра там тоже первый уровень ехать на машине и тоже там кто грузовичок там сбивать а потом следующий уровень и там вид сбоку как бы так чередуется вот и мы думали сперва что они нам про эту игру говорят а когда они принесли супер спайхантер мы такие вау чё-то новое вот и стали мне играть и тоже нам сильно бомбило от первого босса от первого уровня где там мы по первости и падали с этих мостов в воду тонули там и вообще парились с этой вот скоростью там набираешь скорость сбавляешь скорость там это же не просто так скролл шутер которым ты просто летишь у тебя скорость одна и та же да тут же еще еще и врезаешься во все в общем тоже сильно нам подгорала но блин не игра так глянулась тем более что там музон такой клёвый ничего сразу понравилось игре эта музыка кстати о вот sunsoft они очень славятся тем что они во первых хорошую графику делают в играх своих на дэнди делали данного снебеток а во вторых у них прекрасная просто музыка вот если послушать сейчас я сделаю погромче не очень-то звукозапись получается ну вообще кому интересно кто помнит тот знает да какая там музыка и во первых вот эти вот переходы от вот это вот сейчас началась трудная зона до музыка другая заиграла но она не просто так одна музыка сменила другую а произошел такой как бы переход плавный как у диджея знаешь вот там да там биты остались биты вот эти вот ударные остались так и потом одни ударные перешли уже в другую тему и на это все на накладывается музыка вообще шикарная я этого вот на дэнди я не нигде не видал я в принципе на сеги то такого не видал просто видишь когда делали вот такие вот сейчас в основном игры когда делать фильм огород камень в огород со своими игроделов сейчас многие грубо заморачиваются с графикой вот я сколько игр видел там ты говоришь я сейчас это сейчас будет еще один секрет вот я тут меня немножко покоцали вот сейчас будет такая пальма ну как бы оазис пальма озерцо такое вот если по ней проехать то хитпоинты восстанавливаются так у меня что-то произошло не то что-то не то произошло что такое вроде все идет нормально ладно какой-то звук такой не очень был у моего компьютера что-то он сказал тын тын не знаю что такое надеюсь все нормально пишется вот он вот ты видишь да сейчас пальму пока пока ты тут объезжаешь так а вот он да маленький такой оазис да вот сейчас я начал биться об стену потому что второй секрет покажу если вот в этом месте вот где начинается асфальт немножечко убиться немножечко это значит совсем вот то здесь можно услышать секретную мелодию видимо для особо упорных людей которые да которые случайно вот здесь вот убиваются она столько играет по продолжительству да она все время играет тут пока пока до босса не даешь она будет играть я я так подозреваю что может быть она и не одна здесь такая секретная мелодия может где-то еще можно и таким образом каким-то открыть ты слышишь у тебя не прервалось ничего тебя как-то слышно как будто из ведра скажи что нибудь вроде бы нормально вот сейчас нормально да голос не давать что я болею у меня видишь тут всяких гаджет гаджеты есть то есть можно хватать там напомню там вот марш масло на дорогу на дорогу выливать этот смарт-бомб которая там все на экране мелькает такая вспышка и все умирают там вот и еще там буква джи не знаю как это расшифровать в общем это верхние пушки слетают с крыши и начинают летать и всем тоже доставать не доставлять неудобства собственно второй босс он такой слабенький он вообще легкий он не умеет ваншотить вот если первый босс ваншотил чем он тебя прижимал к обочине и сталкивал с дороги и это была сразу смерть то вот этот он конечно тоже может тебя столкнуть но вот так это если ты по глупости просто станешь между ним и вот и сбоку станешь бордюром да то есть вот этот босс он ваншотить не может а так тут все боссы могут ваншотить кстати говоря ну вот продолжая игры про старые игры с дэнди еще то что ну суперстархантер она же не уникальна в своем боговое жанре таких игр было множество нет вот именно таких она была одна где надо было еще контролировать а не просто несешься сквозь вселенную я просто помню подобные игры где ты несся и нет там были скролл-шутеры где можно было регулировать скорость свою но это это было все-таки про про летающую технику а здесь вот она ездила на землю дороге ехать надо я не помню точно вот игра как называлась но тоже какая-то японская скролл-шутер и там можно было до скорость регулировать ну это вот раз-два и обчелся вот такой концепции а то что вот суперстархантере был это считай но вот только вот вот эта игра и что тут хочется сказать еще по этому поводу то что вот я очень надеялся что будет продолжение ты знаешь и вот два поколения ждал то есть не было продолжение на сеге там ничего подобного не было да на соньки тоже ну на соньки были подобные кстати игры но супер спай хантер спай хантер вот именно с под этой маркой ничего не выходило но спустя два поколения на playstation 2 вышли целых две игры с именем спай хантер в названии одна из них называлась спай хантер nowhere to run спай хантер некуда бежать если на русский переводить в общем там был такое типа шпионский боевик там уже не только на машинке есть ну там конечно 3d все дела и такой такие кривые люди бегали то там очень криво сделаны были модельки действительно низкополигональная там графика была убогая даже по меркам playstation 2 вот все низкополигональная было и там очень кривые там укрытия перекаты были там можно было выходить там ловить каких-то бандитов я я уж не знаю в общем у меня даже есть эта игра где-то на диске лежит проду приставку я свою давно сбагрил вот а игра осталась от на диске лежит лежать а вторая игра спай хантер 2 называлась ну и что-то там у нее тоже какой-то был подзаголовок вот она то было на самом деле нормально эта игрушка во первых там тоже 3d было но там в основном вот это вот езда и стрельба была но самая чем фишка была то что там вроде как генерировались уровне то есть ты прикинь это еще было до hellgate лондон вот говори что вот hellgate лондон там это был прорыв то что там в 3d и уровне генерируются прям как в диабле да вот я сейчас вот вот я сейчас убьюсь сходи посмотри что там это я сейчас убил со специально чтобы показать второй секрет я сейчас на паузу нажму ты когда увидишь темный экран скажи мне пожалуйста так все нажимаю да еще не до конца убился так вот и там были боссы и игрушка в общем то неплохая наверно было я в не правда не играл а только вот смотрел на ю тубе прохождение я думаю что она так раз классно вот если если на экране с выбором вот контину и да вот пушки ну можно кнопку нажимать от этими пушками двигать вот там такие две пушки вот которые на крыше стоят вот и ну их их можно двигать вот если их вертикально вниз сделать и нажать continue нажать на старт будет такая мини игра в теннис но это pong называется знаешь такие а он не помню вот 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 если у компьютеров pong выиграть то можно получить 20 жизней основной игры вот и а у него очень сложно выиграть вот я тут забегая вперед я сейчас буду играть играть и так и не выиграю него потом забью на это все дело конечно вот но вы мне поверьте там 20 жизней можно у него выиграть ну кто кто знает тот помнит вот как я на дэнди парился я думал что то там у него вообще серьезное можно выиграть не знаю что но думал ну там все там какая-то страшная тайна потому что ну так сложно там у него его обыграть 20 жизни конечно тоже на дороге не валяются но это не критично когда уже умеешь играть да когда уже научился там можно и в принципе с нулем жизни то пройти там же вот регулярно ездят машины где можно жизни набить вот а первые разы я у него выиграл с таким трудом закричал я я я думаю сейчас что-то будет 20 жизни ну как-то да прикольненько конечно но вот не так круто как вот это мы нашли случайно случайно обнаружили что от пушки можно двигать во время вот это вот экрана выбора в этом месте или вообще когда умираешь ты спрашивают продолжать игру или закончить дару ставишь пушки вниз и жмешь старт вот и тебе вот такой вот выдают ну кстати вот это вот вот это вот секретка а нам и в книжки они писали то есть книжки описывали два секрета это вот рулетка в начале и вот это вот а то что я потом на ходил об этом книжке как раз не писали по эту пальму не новство не написали и проект у секретного музыку они написали как на джойстике фонг играть это не очень удобно вот я вот и как раз на джойстике играл сейчас но я тебе говорю на дэнди ты выигрывал то самое на дэнди как раз почему такие жесткие игры проходили потому что просто на играть него что было да это у нас сейчас там начнешь играть тебе покажется сложные все сложно да это забросишь начнешь играть чем-нибудь другое в колдув какой-нибудь или еще во что не кстати по поводу хардкорных игр сейчас же концепция какая многие типа игра должна грубо говоря тебя изнасиловать и ты мне все равно продолжаешь играть привет серии соус там короче гая многие от этого кайф ловят и более ты же герстая начал играть так на данженс ну пока ты на первом уровне все хорошо когда ты доходишь до пятого до шестого там начинается вообще не а пока не началась потому что там неграмотно немножко раскачался замок и там все проблемы начались там тоже микро менеджмент вот именно в этой игре меня я как бы не фанат пошаговых стратегий но в этой игре меня просто поработил микро менеджмент который там есть который просто жирает там 90 процентов геймплея это микро менеджмент который там идёт это вот в дарк из данжен или как там да там на подземелье собственно в этих дэд стоит там тоже микро менеджмент очень много отжирает особенно когда вот я сейчас играю скоро уже будет видео по новые видео по этой игре по дэд стейт и там микро менеджмент когда уже народу наберешь вот только микро менеджментом одним и занимаешь вот начинается день все начинаешь думать а еще они приходят тебе чем их больше тем они чаще начинают приходить тебя грузить всякими проблемами вот и там надо выбирать диалогах очень много зависит от диалогов на это вот что там не говорю там где-то ветвистые диалоги от них там много зависит вот в дэд стейт реально зависит от диалогов очень много зависит кстати еще так вспомнить прикол же с диалогами одна из игр которые диалоги вообще решали это fallout до четвертой части диалоги решали фактически все можно было поговорить правильно и получить очень много бонусов а можно было поговорить неправильно и получать по шее с компьютером ну это ладно а в дэд стейт если поговоришь неправильно ты ведь не сразу по шее получишь да вот ты поговорил с человеком неправильно у него осадочек остался да а ты ну чё подумал ну значит все правильно раз он там на тебя не начал там огрызаться или еще чего вот ну и играешь дальше до спустя четыре дня он тебя возьмет да и прирежет вот в этом то и сложность заключается что не все сразу так-то fallout если все сразу там те по башке дали да ты там ну может перезагрузился или еще что а в дэд стоит это спустя какое-то время потом скажется и ты сидишь и паришься и думаешь вот как тебе да и как теперь вернуть это особенно если ты при привычка у тебя есть сохранение удалять или перезаписывать их то это считай все сначала игру проходил ну а так кстати по приколу то есть вшили группа на карпич восьми битки две игры причем игру в игру вшили это нормально на самом-то деле вот так то да потому что и грубо говорят попробуй вспомнить ты же у нас больше играл чем я вот была где еще такая вот секретная игра игре конечно было вот например в игре blades of steel это про хоккей игра от конами там когда между между вторым и третьим периодом начинается реклама и вот иногда в этой рекламе проскакивает реклама игры какой-то тоже леталка от конами как же называлась блин и не можно было поиграть мне можно было поиграть до дойти до босса босса убить то но это как там немножко было там минуту две от силы играть но вот если вот вспоминать а вот это было потом еще чё вот игра есть rocking cat например там еще внутри игровое казино было вот заходишь и после первого уровня что основное у тебя игра это в этом казино идет потому что там в казино сначала деньги свои увеличиваешь а потом на эти деньги ты начинаешь выигрывать всякие ништяки чтобы пройти игру грубо говоря а вот и наш стесная вот кстати еще один секрет про него расскажу на третьем уровне если когда тебя мелькает развилка поворачивать направо или налево если всегда выбирать налево ты будешь ездить по кругу соответственно у все будет повторяться все эти машинки с бонусами вот только не направо если один раз направо повернул все то есть если один раз на право повернул то у тебя уже не будет этого круга ты с круга съедешь и у тебя будет потом босс а если постоянно поворачивает налево то ты может раскачаться как надо и уже потом на босса поехать вот это босс сложный просто мне кажется потому так сделали но кстати многие наверное и не знали про это дело что можно постоянно налево поворачивать и тоже как-то случайно это все выяснилось когда развилка поворачивали направо налево там до случайно и случайно заметили что вот так вот все повторяется хотя собственно круг небольшой там наверное все за все могли заметить там два раза надо повернуть налево я думаю что все кто играл все туда куда сюда доходил и пытался босса убить и наверное знают про эту фишку а может это не знает просто видишь на дэнди много хотя многие играли на дэнди многие сейчас в принципе прибиваются по старым дэнди играм и сидят на эмуляторах дэнди либо с оригинальным железом память я же помнишь говорил про эти про каверы из дэндиских игр когда на инструментах повторяют мелодию с дэнди они часто санта сан софта вские игры ну переделывают каверами я нашел видео я кстати его в комментарии наверно добавлю если мы вот этого будем выкладывать на youtube надеюсь все хорошо получится надеюсь вот если мы это будем на youtube выкладывать там я в комментариях напишу там чуваки очень классно сыграли музыку и супер спай хантера на инструментах просто не оторваться вообще хорошо подобранная музыка хорошо подобранная аранжировка грубо говоря это же атмосфера игры атмосфера во многих игр здесь ну сан софт реально по части 8 битной музыки они доки вот большие доки вот ничего не могу сказать а какие вот еще были у них игры что такое это я на паузу поставил я не вспомню я знаю что вот бэтмен первый до или бэтмен ретурнс нет бэтмен ретурнс атаконами а тот бэтмен который просто бэтмен который типа бэтмен из будущего который просто заставка бэтмен и все и без всякой предыстории начинаются они хотя нет там были какие-то комиксы а бэтмен возвращение джокера вот как она называлась вот сан софтовская тоже и это же по этой игре вот много каверов делают особенно по музыке из первого уровня ну вообще это чем достигалась от на дэнди на дэнди же она себе не могла приставка много позволить а там были специальные чипы назывались мапперы ну я не знаю кто их там придумал в общем у сан софта были свои мапперы не знаю кто разработал в общем были свои там даже маппер назывался сан софт чего-то там какие-то буквы цифры в общем в индексе вот с помощью этих мапперов как раз и достигалось то что там улучшали графику в игре добавляли параллакс скроллинг это когда вот задний план движется отдельно от переднего и добавляли музыку тоже благодаря маппером вот здесь вот в супер спайхантере тоже мапперы использовались поэтому здесь такая кайфовая музыка вообще ее можно просто отдельно слушать она классно вот так вот чтобы вот это вот скорость передать дал как машина едет до ждать вот разные скорости переключения между ними то что же это что же все не просто так не не зайдешь выдается я думаю нибудь и вот если нибудь сеги с ее мега драйвом я думаю игры на уровне сеговских можно было вполне себе и на дэнди делать если бы вот мапперы пошли бы куда-то дальше да просто никто не стал ими заниматься я думаю если современными процессорами если просто делать мапперы какие-нибудь для дэнди да там же можно вообще игры сделать наверное но поскольку я дилетант в этом вопросе я не знаю просто развитие технологии она идет настолько быстро и настолько бодро что давай подумаем просто лично смысл заморачиваться с такими вещами да смысл заморачиваться нет чисто знаю чтобы чисто выпендриться да вот вот сейчас например кикстартер да что только нету на этом кикстартере и все равно люди же башляют за тут за ую например башляли да я считаю ну кто ее купил да только те кто предзаказы делал да благодаря чему собственно ее и запилили вот эту вот приставку на андроиде да потом потом китайцы стали эти приставки ведрами просто продавать а вот у я у нее был свой стиль на там на nvidia тегра была запилена то вот неважно и когда анонсирует сколько народу на нее сбросилось папа ты меня слышишь да так что-то вот инструкция куда-то не туда обратилась я не знаю на самом деле пишется у меня или нет может быть час остановить да потом заново писать ну так я просто потом смонтирую два видео склею все тут считай половина игры осталось так я приторможу потому что у нас может быть не записалась она